Приветик, мои хорошие! А для тех, кто переразошел на мой канал, меня зовут Алена. Сегодня я хочу поделиться с вами видео на ответы на 17 вопросов. Эту эстафету мне передала Оксана. Эту эстафету мне передала Оксана, у нее ник Окса. Давайте, наверное, начнем. Здесь 17 вопросов. Давайте я буду отвечать и говорить. Ваше имя? Мое имя Алена. Кто вы по гороскопу, дата рождения? У меня день рождения 2 апреля 1985 года. Кто вы по гороскопу? По гороскопу я Овин. Так, дальше. Жаворнок, вы или сова? Я не жаворнок и не сова, потому что я ложусь поздно ночью и просыпаюсь утром. Так что я не могу сказать ни к тем, ни к тем себе причислить. Я, наверное, жаворнок-сова. Так, любимый певец группа. Любимый певец... У меня нет любимого певца, так как такового группа... Нет, я ничего не скажу, я слушаю все подряд, и я не могу сказать. Так, любимая певица группа. Любимая певица... Кого я слушаю у меня есть? Кого я слушаю? Я слушаю Гагарину, я слушаю Арбакайте, я слушаю Анивар, Мария Крамберли. Много-то у меня. А группа... Группа... Две Маши мне нравятся очень. Там, мама, я танцую. Потом... Какие мне еще нравятся такие... Ну и все вроде бы. А раньше это Тейсов Бейс была группа... И иногда я могу послушать осень группу. Так что вот так. Есть у вас дети и сколько? Да, у меня есть дочка, ей... У меня есть дочка, ей 17 лет. Так, дальше... Дальше. Как познакомились с мужем? Женой. Как я познакомилась с мужем? Познакомилась с мужем я на своей работе. Он подошел... Пришел ко мне на работу, к начальнице моей по работе. Ее не было, мы как-то с ним познакомились, поразговорились. И вот уже до сих пор мы все разговариваем, разговариваем. Какие отношения со свекром, свекровью, тещей, тесте? Свекра и свекрови у меня нету. Так что у меня нет таких отношений. Хотели заглянуть в будущее, узнать, что вас ожидает? Нет, я бы не хотела заглянуть в будущее. Да, иногда мне так охотно было, но смотрите. Загляну я в будущее, и потом, надо будешь ты себя контролировать, думаешь, нет, вот это нельзя, вот это вот это, вот это вот так, высяк. Нет, я не хочу заглянуть в будущее, я не хочу узнать, что меня ожидает. Почему болеют люди? Ну, почему болеют люди? Во-первых, сейчас у нас экология, то, что из экологии очень болеют люди. Во-вторых, то, что слабый иммунитет у людей, люди не закаляются. В-третьих, это пища, что мы употребляем, как мы живем. Так что, вот почему болеют люди. В чем смысл жизни? Смысл жизни для меня сейчас поднять дочь на ноги, построить дом наш, родить еще одного ребенка и поднять его на ноги. Смысл жизни для меня это семья. Так. Как вы себя успокаиваете, когда что-то произошло? Знаете, это... Бывают такие моменты, когда что-то произошло, и надо себя успокоить. Я порой просто беру, включаю наушники, включаю какую-нибудь музыку, такую, знаете, спокойную, и пытаюсь успокоиться. Раньше я себя успокаивала, я могла выйти на улицу, просто пройтись, поплакать, там, успокоиться. Вот так я себя успокаиваю. Видели вы вещи сны и какие? Самые яркие. Вещи сны. Да, у меня был как-то вещи сон. Это было еще в школе. Это было, знаете, такой момент, когда... Это было перед экзаменом, и я собиралась идти на экзамен. На экзамен казахского языка. На протяжении этого полугода, который у нас, мы подготовились к экзаменам, у меня были очень-таки натянуты отношения с учителем. И она мне все время говорила, я тебя завалю, ты не сдашь экзамен, ты остались на второй год. Это она меня вот стращала. И как-то я, получается, вот за день до экзамена я спала, и мне приснилось то, что экзамен принимал не наш учитель, а принимал другой педагог. И вышло так, когда мы пришли на экзамен, я увидела своего учителя, и как-то сон у меня ушел в сторону. И потом, получается, я уже подготовилась, я не прежде, чем не идти... А, наш учитель вышел, и остался второй педагог. И она смотрит на меня и говорит, подходи, сдавай. И я села, я сдала экзамен и вышла. Вот был мой веществом. Что для вас Бог? Как понять, что для вас Бог? Наверное, кто для вас Бог? Этот, наверное, вопрос я оставлю для себя, но не для людей. Какую последнюю книгу вы прочитали? Последнюю книгу я прочитала. Это был Константин Образцов. Это было три книги. Не одна, это было три. Это была первая книга «Молот веден», вторая — это были «Красные цепи» и «Культ». Это три книги, они идут одна за другой. Знаете, очень интересные книги, такие, знаете, познавательные. Вот, мне они понравились. Так что вот эти три книги я прочитала последнюю. Так. Писали ли... Писали когда-нибудь письма в конвертах? Да, я застала это время, когда писали письма в конвертах. Я писала письмо в конверте. Мы с любимым жили в Ускаминогорске. И я отправила сестре письмо с фотографиями в конверте в Казахстан. Ну, получается, в Ускаминогорске в Жизказган. Это я помню. И так я писала письма от руки. То, что да, вот и она мне так же писала письма. Это было. Хотя на тот момент уже были телефоны. Вот сотовые телефоны были. Но я еще писала письма в конверте. Есть ли у вас на ладони знак в виде буквы Ж? Не знаю. Он больше мне как будто М, но не Ж. Наверное, у меня нет знака Ж на ладони. И если что, ответьте, что это означает знак на букву Ж. Так, ну, на этом я заканчиваю свое видео. Вот так вот я вам ответила на эти вопросы. Я хочу передать эстафету пятерым девочкам. Первый – это у нас блог Лера Вин. Такая хорошая девочка. Вот передаю тебе, готовься, отвечай, буду ждать твое видео. Второе – я передаю видео Алене Шматовой. Алена, готовься, буду смотреть твое видео с ответами. Так, третья – Олечка, супермама Ольга. Я надеюсь, ты ответишь на эти вопросы. Мне будет очень приятно послушать твои ответы. Четвертая – будет Катринка, тоже. Давай. Передаю тебе эстафету. И пятый вопрос я передаю Нателли. Это такая девушка, женщина. Мне нравится ее смотреть. Она такая солнечный человек. Все ссылочки на каналы я оставлю внизу в описании. Если вы еще не подписаны на эти каналы, подписывайтесь. Это очень хорошие девчата. Также вопросы я оставлю внизу. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok